Слава Твоей святому Духу, и пресны во веки веково, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови, освети дары, посылай, посылай мои Твоей щедростью, Слово, Истинное и молитвы. Аминь. Так, что вы сейчас сделали? Я могу описать? Так, у нас радостное сообщение. К этому мы готовились несколько лет. Мы только что отослали на книге проповеди Воскресе Святой Библии, Семитомник. И все как чудо, Бог сделал. Специально все, все дни, их не видывал, они работали. Еще нужна была помощь. Николай, а скажи, как ты оказался у нас? Ну, мы там картошку закончили, и я пошел за Владимиром, чтобы он лестницу перевез тяжелую на мотоблоке. Я его позвал, он говорит, отвези велосипед домой. Я еду, и думаю, надо братьев позвать, чтобы перерыв был на озеро искупаться. Заезжаю только к ним, захожу, они говорят, пять секунд назад только говорили, что ты нужен здесь. Я только ступил вот так. Мы отправить не могли, нет, вообще отправить не могли, мы все сделали, отправить не могли. И только Николай разбирался уже в этом. И Николай только говорит, Николай, надо Николая Стахова позвать, мы сами не разберемся. Пять секунд проходит, он, бум, заходит. Мы натослали, закачали фотографии. Сколько, в общем, сейчас я фотографий? Николай. Две тысячи фотографий здесь. Сколько? Две тысячи фотографий. Представь себе. Четырнадцать гигабайт фотографий. Каждый том, каждый том, тысячу, триста, чем? Тысяча триста двенадцать страниц. Тысяча четыреста? Тысяча триста двенадцать страниц каждый том. Тысяча триста двадцать. Чтобы вам было понятно, что это такое, я сегодня решил вас познакомить с одной книгой, у которой своя история. Книга, которая совершила то, что не делалось никогда. Когда она помогла сокрушить империю зла, империю лжи. Я хотел, чтобы эту книгу по кругу пустили. Каждый поддержал и сказал, я ее видел. Архипелаг ГУЛАГ. Когда я начитывал первый раз на магитофон, сумели тайно через границу провести имкопресс зарубежную. Три тома. Три тома. А посчитай, какой заголовок здесь идет. Вот она. И в газетах появилась статья. Главная газета у нас в стране. Российская газета. Учредитель правительства Российской Федерации. И стоит Владимир Владимирович Путин. И рядом вдова Солженицына Наталья Дмитриевна. И они рассуждают о том, там статья написана, у меня есть она. Как преподавать, с какого тома ознакомить. Но когда мне пришлось это начитывать, я их начитывал на пленку, это все в обвинении было. Слово ГУЛАГ сказать даже нельзя было. И что было на пленках, все было изъято. Они приезжали, следователи с магнитофонами. И то у меня что написано. И там на синусоиду показали как. А теперь понятые стоят. И понятые как Карманов. Там это, фамилия Безумный. Как вот специально их подобрали. И что там я считаю. А они отпечатали. Дали мне, я начитываю. И они теперь смотрят, как компьютер идёт. Сходятся, чтобы мне написать это. И когда я вернулся после заключения. Я теперь это насчитал уже на компьютер. Довольно чистая запись. И вы можете заметить, архитилаг ГУЛАГ, считают. Кто слышал это? Ну вот кое-кто слышал где-то. Подточните оттуда. Каждый, подержите эту книгу в руках. Сколько страниц тут? А? Сколько страниц? Вот посчитай, сколько? 1278. Ну почти что одинаково. Вот здесь, что написано. Полное издание в одном томе. Такого я больше нигде не считал. То есть вот такая толщина будет у нас только 7 тысяч. Поверьте, чтобы каждый подержал в руках. Я могу сказать. Я увидел, держал в руках. А, толще вот этих. А дальше я буду говорить. 5 тысяч земляров. 5 тысяч земляров? Более лживой страны, как при советских коммунистах, не было. А что? Ну простой вопрос даже. Как пришли? Вот сравнивать с Гитлером. У Гитлера этого не было. Гитлер приходил... Гитлер, это не фамилия его. Это, как можно сказать, пародизм там где-то. Шикельгрубер. Адольф Алоизович. Я его хорошо очень много читал. И в оригинале, и там вот Майн Камп, ну что. И вот он постепенно поднимался. Голосы 7%. Это считалось много. Буддастальник. Проходят снова выборы. У него же 27%. Потом сбавилось. И потом сразу 70%. И канцлером стал. А канцлером стал. А тут умирает президент. И он одновременно стал то и другое. Ну а дальше какая история идет. Гитлер ни одного крестьянина не трогал. Только поднимал. Ни одного. Это надо сказать заранее. У нас 12 миллионов. Самых лучших раскулащили где-то. И по порядку если отобрать. Ну где-то пришли как. Захватили власть. Старя застреляли. Сарису. Четыре девушки. Застреляли. Он не тронул ни одного священника. Более любимого людьми не было. У него самая центральная ошибка была. Когда он нарушил правила бытия 12.3. Абрама Бог избрал и говорит. Благословляющий вас благословен будет. Проклинающий проклят. И поэтому он превратился в чудовище. Поставил задачу. Это Геймлер Генрих. Главное у него там колдун был. Всех евреев надо уничтожить. Куда бы ни приехал маленькие дети. Женщины. Подряд всех. Они говорят, как называют это, холокост. Что 6 миллионов. А спаривают, не знаю. Но главное, что для маленького, мало раз, распространенного народа, столько уничтожить. Это страшная трагедия. Но в мире вы будете так, как в Библии написано. Они у власти. Вся распределение. Все деньги, золото, все находится в тех руках. И мы ежедневно просим Господи, коснись народа Израиля. Обрати их. Чтобы они приняли распятого имя Иисуса Христа. Который говорит, я пришел ради Овеса Израиля. Но не только. Для всего мира. Вот теперь передайте другим. Чтобы книгу подержали в руках. Вы скажете, я эту книгу видел. Официально теперь изданная книга. А тогда ее выискивали. Но у меня они не могли узнать. Мне вы взяли эту книгу-то. А ко мне как заходишь? Комната одна. Комната. Ну она примерно такая вот была. Здесь у меня и кухня. Здесь и туалет. Здесь и мастерская. Здесь я переписываю. 12,8 квадратных метров. 12,8 квадратных метров. И вот за что судили меня. 12 томов Златоуста. 12 томов Жития Святых. 5 томов Добротолюбия. Все это насчитано на этой территории. Мы недалеко от вокзала. Было 11 человек могли ночевать. И никого на полу. Комната разбитая на этажи была. И вот такое дело. Откуда мы двинулись. И как заходит человек. А тут полка. Вот так высоко. Мы договорились. Допрашивать будут. Мы попадемся. И на полку положите. А так как люди у меня все время идут. Я беру. Я не знаю кто их принес. Когда я насчитал. Я положил на место. Но они все-таки стали. Тише-тише давить. Но у меня задействована была. Указ Московской КГБ. МГБ. Это вообще. И вот они. Я сижу сиденье маленькое такое. А там внизу. Крышка я сделал. И там книжки еще лежали. Но они взяли книгу. А там она желтая такая. Это про Житие Святых. Он ходит, посчитает. Но почему мы ее спрятали? Когда ничего там нет такого. Я говорю, не знаю еще прятать-то. Возможно, дверь сниму и уйду куда-то. Ну невозможно. Только оба. Так они как оба сделали. Вот это трещина. Потому что они караулили. И когда нас обложили. А мы решили тогда. Как делать-то? Владимир Ишленин учил так. Подбой в разные стороны. А у меня там 14 человек было. На этой квадрате-то. Ну и до вечера дождались. Самый сильный спать человек хочет с трех половиной часов. Ну и самый сильный человек. Мы поставили его. А сзади мы накопили ведро мочи. И если они здесь есть, кто первый берет, ты запнись и сразу их облетает. А мы поднимем и скакиваем и в разные стороны. И нам коснулось так там рядом пиловарка. Мы через нее, через маслозавод и туман. Только приблизился. В тумане он говорит, бегут за нами. Ну мы там какой-то двор зашли, щеколду я уцепил, так держу. Они подергали, их нету. А мы тогда не выходим. А через это на крыше, по крышам. И на следующей улице выскочили. Только выскочили, а они вот они. И уже в машине сидят. Я гляжу без формы. Я говорю, я думал, милиция. Анин, мы повыше милиции. Ну и домой. А домой теперь что? Дверь взломали. Вот как все это дело было. И вот архипелаг ГУЛАГ. Это книга, когда она была. Есть такое, есть архипелаг ГУЛАГ в интернете. Как его отправили за границу. Что Солженицын претерпел. А он прошел ГУЛАГ. Его интересно, когда он здесь уже был выпущен. На высылке был. И обнаружили рак. Полностью все путал. И вот в коридоре койку вынесли. Ну сколько-то дней побыл, заново осматривать. Рака нет. И по сегодняшний день это. И вот они распространили на все языки, наверное, за рубежом. И люди взглянули тогда. А что? Чудовище. Сколько погибли? Профессор Кораблин говорил, что во всем мире погибло от коммунистов 110 миллионов. 110. Хотя Достоевский говорил, что если коммунисты придут к власти, этот эксперимент обойдется в 100 миллионов голов. И вот эта книга. Архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Александр Исаевич. И Горбачевская перестройка. Миру открыли глаза. Ни одного выстрела не сделали, как Гитлер, лесу с войсками. Все лопало, развалилось. И вот где мы находимся сейчас. Все, по частям разлетелось. А должно было быть это так. На помощь никто не придет. Мы молились. Я знаю в это время, когда случилось. В 87-м году, 25 марта, меня освободили. Уже потеплело. И у нас было 210 политзаключенных в это время. Ну и спрашивали, будете распространять? А уже так слабенько было. Не буду. Я и не распространял. А когда власть лопнула, все наши обещания, все кончилось. И я начал насчитывать заново вот это вот. Вот сколько вы времени, думаете, ушло? Вот это насчитать. Не просто прочитать, а насчитать. И это в интернете стоит с выражением и прочее. И в это же время я насчитываю златоустые. Вот ушло ровно 30 дней. 30 дней. И один говорит, я слышал разные начитки. Но вот это считает, слышно, что делает. А он считает, один говорит, он там ошибки, ударение, его к стенке поставить на одну. Как на портрет Сталина говорит, повесить его или к стенке поставить. И по милости Божьей, сегодня мы услышали этот материал. И прочитать можно, даже не считать, услышать. А в интернете это сохранилось. Но у нас было так, выхода, ну это, Ютуб, насчитанное было. И мы выставили, и вдруг претензия одна женщина. Я, наверное, в суд подам. Потому что мы считали. То есть они, я понял, так, закупили его произведение, и имеют только они право насчитывать. Ну мы попросили прощиться. Мы попросили в гости приехать. Она сняла обвинение. А у нас было уже два замечания. Третье, значит, всю систему нашу отрубят. И надо было, говорится, поступить так. Ну вот, милостью Божьей, что сегодня делали? Сейчас книги, которые вышли, наши братья запустили в редакцию. Как они говорят, дошло. Дошло, это, 7 томов по 1320 страниц. И фотографии вот сколько. Вот как это будет? Формат маленько, размер побольше? Он будет пошире. 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 Так же ламинированное, такое высокое качество. Первая предоплата уже была сделана. То есть, одни человек серого? Первая, на бумагу, 3,7 миллиона. Денег нет. Вообще нет. И поэтому мы просим, чтобы Господь как-то нашел друзей. А некоторые спрашивают. Вот у нас десятину в батюшке, там у себя. Десятина там, где нет торговли. Если десятина, на десятину мы вышлем книги. Но эти книги нельзя продать. И подарить можно только священникам. Только десятина выйдет в виде книг. Так что у вас, если кому книги нужны, у меня есть 38 там, которые были. Переезды на Новый Завет, три тома. Проповедь в стихах, четырехтомник. И вот третье издание Писану Промославию. Мы можем дать без денег. Где-то подкупите, что-то пришлете. Нам нужно вылазить из этого. И сейчас еще больше, надо заплатить уже за все. Как это будет, не знаю. Мы всем открытыми говорим, как есть. Вот. Солженецин и Горбачев. Ну, Солженицын понятно. В университете меня спрашивают. Ну, а Горбачев? С ним журналист ездит и говорит. Три часа сегодня, говорит, разговариваю. Я, говорит, пришел, не знаю, что написать. Три часа. Вроде говорил и... Ну, там... Толя, Максимовна-то. Она, говорит, руководила. Это у Бога все на месте. И какой-то пьяница там, Ексен. Все разболел. Вот смотрите. Когда я был в камере, и там арестованный был один преподаватель. Второй группы космонавтов по аэродинамике. Птицы какие залетели. И он говорит. А вы видите, что фамилия Горбачева? Знаете, возьми бумажку. Вот здесь, напиши Горбачев. Печатными буквами. Ручку я-то возьму, что-то надо писать. Горбачев. Я никогда не думал. Вам никогда не придумать. Вот это что-то такое. А что такое, тогда я понял, от Бога. Это нельзя. Кто у тебя соседи живут? Узнай фамилию. Узнай, которые до соседей были в этом доме. И возьми первые буквы. И смог, получается. То есть, вот это город, объясняется, салон. Б. Брежнев. А. Андропов. Ч. Черненко. Е. Ельцин. А вы дальше? Генеральные прокуроры. Главные лица в стране. И в таком порядке они пришли, как фамилия Горбачев. Это нельзя составить даже. Вы поняли, нет? А город и горе. Горбачев. Брежнев. Андропов. Щерненко. Ельцин. И Владимир. Я когда посмотрел, это, ну, тут отрисать никак нельзя. Это нельзя составить. Это у Бога уже предупреждение отстаненное было. На ангельской основе, видимо. Садимся за стол. Продолжение следует.